Ты, да я, да мы с тобой, Сторого, когда на свете есть друзья. Ученики 3-го и 4-го класса 28-й школы пришли в гости в Муромское отделение Всероссийского общества слепых с творческой программой под названием «Дорога и добра». Потому что твердо уверены, что, ступая именно этим путем, можно стать по-настоящему нужным обществу человеком. Елена Николаевна является членом «Белой трости» уже 11 лет. Два года на посту председателя. Забот хватает. Хорошо, что и помощников много из числа в своих же, пусть не столь физически сильных людей, но с большой душой и добрым сердцем. Работа в этом обществе, конечно, наклад определенный отпечаток. Но у нас есть очень много помощников, которые помогают и председателю, и секретарю в работе нашей организации. Наше бюро состоит из 8 членов ФОС. Это самые активные участники, где мы принимаем кардинальные решения нашего общества. Также у нас есть 20 групп оргов в нашем обществе. Многие здесь тоже присутствуют на этом мероприятии. Самое главное в жизни каждого – это общение, считает Елена Гусева. К нему тянутся при любой жизненной ситуации. Тем более, если человек нездоров и нуждается в помощи. Поэтому определенный ряд обязанностей есть у многих членов местного отделения. Но это обстоятельство как раз и помогает чувствовать себя нужным, а значит, полноценным членом общества. В работу групп оргов входит много обязанностей, в том числе и посещение своих членов ФОС на дому, оказание посильной, естественно, помощи, поскольку сами групп орги являются такими же людьми с ограниченными возможностями. Но это порыв душевный, человеческие качества. Говорят о том, что человек еще сам способен кому-то помогать. Самое главное, чтобы здоровье было. Простые слова с глубоким смыслом. А еще знать, что ты нужен людям. Вот что пожелал своим ВОСовцам их председатель на праздничной встрече. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.